Доброе утро, дорогие друзья! Первый вопрос у нас. Мы сегодня весь эфир говорим про грибы. Вот скажите, пожалуйста, детей можно грибами кормить? С какого возраста? С 3-4 лет можно вводить грибы. И, конечно, это грибы должны быть в виде отварных, тушеных и в качестве не основного блюда, а в качестве дополнения небольшого к блюду. Все, я спросила, что хотела, Дима. Про грибы знаем. Итак, в каком возрасте нужно отправлять ребенка в его первую спортивную секцию? Все зависит от вида спорта, на котором родители останавливаются. Но малышей берут в спортивные секции, начиная с 3-4 лет. Это и художественная гимнастика, это спортивная гимнастика, коньки. Так что начинают, да, не конкобежный спорт, а именно коньки, это художественное кантание на коньках, берут 3-4 летних деток и начинают готовить. Есть виды спорта, которые доступны только деткам постарше. Это легкая атлетика, это плавание, это лыжи. То есть выбор все-таки есть. Вот плавание, мне очень интересно, мне кажется, что плаванием дети занимаются буквально с грудного возраста. Это бульканье, Дима, не путай. Значит, давайте так. То, что занимаются дети с грудного возраста, а мы об этом очень много говорили, плавать ребенок может начинать с первого месяца жизни, это оздоравливающее плавание. Плавание для здоровья, для закаливания, для правильного формирования мышечного каркаса, осанки. Это не спортивное плавание. Говоря о спортивном плавании, детки начинают плавать в секциях в 4-5 лет, но в профессиональные спортивные секции их начинают отбирать во втором-третьем классе, как правило. Вот, Екатерина Геннадьевна, на самом деле мне очень жаль детей, вот они такие маленькие еще, а их уже в профессиональный, ну буквально спорт, толкают. Там ведь жесткая строгая дисциплина. Это на психику никак не влияет ребенка. Ничего страшного. Вы знаете, я сталкиваюсь в своей практике с тем, что очень часто вот это раннее занятие спортом, все-таки это желание родителей, и ребенок не проявляет к этому интереса. Нет интереса, нет каких-то достижений, нет успехов. И очень часто, ну не приносит того счастья занятие спортом, которое должно приносить спорт, спортивные занятия маленькому ребенку. Ну вот я слышал, что не стоит отдавать ребенка в тот вид спорта, которому он уже предрасположен. Ну то есть не стоит развивать навыки, которые у него в принципе уже развиты. То есть что-то нужно еще другое развивать. Так ли это? Или вот нужно как бы так по одному направлению? Вы знаете, пока ребенок маленький, самое главное, чтобы он попробовал себя в различных видах спорта. А дальше ребенок решит, если ему будет доставлять это удовольствие, если он будет получать здоровье, будет получать психологический комфорт, то возможно тренер предложит заниматься в более активном, более профессиональном уже направлении. А вот что делать? Прости, я про себя сейчас. Если тебя отдавали в эту секцию, в эту секцию, в эту секцию, ничто тебе не понравилось, стоит ли настаивать и все-таки найти тот спорт, который понравится? Или есть дети, которые вообще не предрасположены к спорту? Про себя сейчас, да? Я не предрасположен. Вы знаете, все равно, видимо, не нашли ваш спорт, ваши родители. Да, видимо, не нашли. Все-таки вот так вот. Да, Екатерина Григорьевна, все равно, чаще всего спорт несет оздоровительный характер для ребенка. Давайте конкретно пройдемся по видам спорта, чтобы наши зрители, родители понимали, в какой спорте дать ребенка, если у них вдруг какое-то заболевание. Давайте конкретно, вот плавание. Плавание. Замечательный вид спорта, практически каждому ребенку можно его порекомендовать. Особенно рекомендуем деткам, которые часто болеют, деткам с различными нарушениями осанки, проблемы с позвоночником. Это все для этих детей. Но если у ребенка есть кожные заболевания, проявление атопического дерматита, экземы, об этом виде спорта можно забыть. Дальше, конный спорт. Конный вид спорта, он прекрасно развивает моторику. Он показан деткам, которые плохо развиваются. Есть нарушения моторики. И развитие прекрасное. Бег. Бег. Бег хорошо часто болеющим детей, деткам с нарушением осанки и нарушением координации. Развивает очень неплохо бег. Лыжный спорт. Лыжный спорт тоже самое. С заболеваниями легких, с нарушением осанки, часто болеющим деткам. А фигурное катание? Фигурное катание. Фигурное катание хорошо развивает координацию. Подходит прекрасно часто болеющим детям. И начальное проявление, когда есть нарушение осанки, тоже хорошо катает. Такой интересный вид спорта, как фехтование. Фехтование точно так же развивает координацию иногда неплохо слабовидящим детям для стимуляции, для развития глаз. Да, интересный способ. И теннис последнее, да. Теннис. Теннис – это вид спорта, который хорошо развивает координацию, хорошо подходит часто болеющим детям. Деткам с нарушением осанки точно так же формируют все группы мышц. Ну, значит, друзья, давайте подытожим. Все-таки нужно найти нужный ребенку вид спорта, и это не бросать. Что-то полезное, интересное для себя ребенок обязательно должен найти. Да, и заниматься спортом можно уже с 3-4 лет примерно. Так что не бойтесь, пробуйте, отдавайте в разные секции, что ему понравится, что будет по душе. То самое главное, там и надо работать. У нас в гостях была Екатерина Туринцева, заведующая детской поликлиникой новой больницы. Каждый раз по вторникам приходят к нам в гости и делятся секретами воспитания детей. Ну, а сейчас секретами новостей с нами поделятся наши коллеги из программы «События».